Вопрос о существовании инопланетной жизни человечество задавало себе с тех пор, как вышло из так называемого детского возраста. Если где-то в мёртвых глубинах космоса есть жизнь, то какая она? Сможем ли мы когда-нибудь хоть краем глаза увидеть и, главное, понять инопланетных гостей? Голливудские сказки наложили отпечаток на сознание современного человека. Нам так и видится синий аватар или отвратительные чужие. Но ещё до появления кинематографа в его нынешнем виде были попытки предсказать, откуда прилетят и как будут выглядеть инопланетяне. Как всё обстоит на самом деле, не знает никто. Но учёные с переменным успехом пытаются разгадать загадку инопланетной жизни. Первая из теорий носит название «Палеоконтакт». Одним из её приверженцев был Эрих Форденикин. Суть её состоит в том, что фигурально выражаясь, тому не надо идти к чёрту, у кого чёрт за плечами. То есть, либо само наше существование было запрограммировано инопланетной цивилизацией, либо человечество посещали представители чужих миров, преследуя разные цели. Теория «Палеоконтакта» утверждает наличие инопланетной жизни как неопровержимый факт. Её поклонники приводят следующее доказательство. Лишние гены Доказано, что у человека обнаружено 223 гена, которых нет ни у одного земного вида. Поэтому сторонники «Палеоконтакта» считают, что люди были созданы посредством инопланетной генной инженерии. Пещерные росписи в Сахаре, японские статуэтки, геоглифы пустыни Наска. Об этом наслышан весь мир, но никто не может дать внятного объяснения, почему на потолке африканских пещер изображены летающие диски. А рисункам около 10 тысяч лет. Почему древние Догу выглядят как люди в скафандрах? Как появились пустынные изображения, которые можно увидеть только с воздуха? Пирамиды и фараоны-мутанты. Гигантские сооружения, на постройку которых по почётам должно было уйти около 140 лет, были выстроены за два десятилетия. Причём сверхплотная кладка не предполагала даже проникновение иголки в щели между камнями. А останки Эхнатона, отца фараона Тутанхамона, вообще повергают в шок, поскольку это было существо, которое слабо походило на мужчину. Учёные считают, что он был поражён сразу пятью синдромами, вызвавшими чудовищные мутации. Но человек ли это был? Помимо палеоконтакта существует масса догадок и попыток предугадать, как могут выглядеть инопланетные существа и насколько они разумны. Агрессивные пришельцы Беда в том, что человечеству сложно отойти от привычной модели углеродной жизни. Шаблоны твердят, что это должны быть отдалённо похожие на людей существа, далеко обогнавшие нас в своём развитии. Но некоторые учёные считают, что если это так, то инопланетяне должны обладать примерно теми же качествами, что и люди. Алчностью, агрессивностью, склонностью к завоеванию территорий и ресурсов. А значит, нам следует их опасаться. Образованные насекомые Основываясь уже на известных фактах о происхождении жизни, возникновение её углеродных форм сопровождается определёнными условиями. Во-первых, на планете должна быть вода или иная жидкость. Во-вторых, если формы жизни сложнее одноклеточных, то обязателен аналог ДНК, хранилище информации и механизм её распространения. В-третьих, необходим источник света, то есть звезда. Или несколько. Только таким образом могут осуществляться биохимические реакции. Касаемо внешности, то сценаристы обожают рисовать воображений громадных разумных насекомых. Но спешим разочаровать вас. Существа с хрупкими экзоскелетами, сбрасываемыми при линьке, не смогут расти, прогибаясь под действием гравитации. Да и для развитого мозга требуется внушительное хранилище. Не похожее на тебя. Если предположить, что жизнь в иных мирах основывается на кремнии, то это будут организмы, так же похожие на людей, как нанометр на бурж-аль-Дубай. То есть абсолютно чуждые нашему пониманию формы жизни. Между тем, теория не возникла на пустом месте. Сравнительно недавно ученые выяснили, что на Земле есть неуглеродные бактерии, не нуждающиеся в кислороде. Таким образом, диапазон поисков значительно расширяется. Большие и грозные. Если гравитация на планете слишком сильна, то выжить там могут только очень крупные и сильные существа, которые по причине жесткой конкуренции должны быть довольно агрессивными. Бактериальное разнообразие. Если же дело касается застывших миров по типу Нептуна, то там, скорее всего, способны выжить только бактерии, собирающиеся в гигантские сети. Сложность состоит в том, что только в ближайшем соседстве с нами, то есть непосредственно в галактике Млечный Путь, находится около 60 миллиардов планет, на которых гипотетически возможно развитие жизни в каких-либо формах. Ученые даже не уверены, что на планетах Солнечной системы или их спутниках нет относительно развитых существ или бактерий, например, в океане Европы или на ледяных гигантах. Сейчас где-то в мертвом вакууме летит Voyager, стартовавший с Земли в далеком 1972 году. На нем находится компакт-диск с краткой утрированной информацией о нашей планете и человечестве в целом. Может быть, кто-то его уже прослушивает? Очень интересно узнать ваше мнение обо всем этом. Поспорим. Человеческая потребность отыскать себе подобных существ в холодном космосе иногда перерастает в навязчивую идею. Где только земляне не искали потенциальные формы жизни. На пустынной луне, пыльном Марсе и даже на удушливой Венере. Не обошлось и без очень далеких экзопланет, находящихся в сотнях парсеков от Земли. Но наши обитаемые соседи могут быть гораздо ближе, чем мы предполагаем. По космическим меркам это словно на задворках соседней улицы. И если ли там существует хоть какое-то зерно разума, то какое оно? Есть эдакая планета Глизе 581G. Открыли ее в конце сентября 2010 года. С тех пор многострадальная планета часто меняла статус, превращаясь в призрак и снова возрождаясь к жизни. Вначале многие астрономы считали Глизе 581G следствием ошибки измерений. После ее существования все-таки подтвердилось. Находится потенциально обитаемый объект в двух десятках световых лет от нас, в созвездии весов. Этот неведомый мир освещает красный карлик. Эти звезды гораздо меньше, холоднее и древнее Солнца. В обитаемой зоне звезды вращаются три планеты. Одна из которых находится ближе к горячему, а другая – к холодному сектору. Между ними на практически идеальном расстоянии от красного карлика расположена Глизе 581G. Ее возраст около 7,11 миллиардов лет. Масса в 3-4 раза больше, чем у Земли. Год составляет почти 37 суток. Глизе 581G повернута к своей звезде одной стороной. Ландшафт предположительно скальный. Возможно, наличие жидкой воды. Достаточно сильная гравитация дает основание полагать, что на планете есть атмосфера, поскольку она способна ее удержать. Средняя температура на экваторе – порядка плюс 20 градусов тепла. Конечно, далеко не факт, что на планете за это время развилась разумная жизнь. Но для ученых ценно наличие любых, даже самых примитивных организмов. Если все-таки планеты населяют разумные формы жизни, то почему глизяне до сих пор никак себя не проявили? Еще до того, как Глизе 581G была обнаружена с помощью доплеровского метода в 2008 году, некий Рагибир Батал, астроном из Австралийского университета, который активно работает по программе СЭТИ, проект, призванный решить проблему поиска внеземных цивилизаций, зафиксировал странный внезапный сигнал из созвездия весов. По словам профессора, это выглядело как мощнейшая кратковременная лазерная вспышка. Такие сигналы остро интересуют ученых. К сожалению, второй вспышки не последовало. Но астрономы не теряют надежды. Особенно первооткрыватель планеты Стивен Вокт. Он полностью уверен не только в фактическом существовании Глизе 581G, но и в наличии на ее поверхности жизни. Как же могут выглядеть условия на этой планете? Растительный ковер. На такой планете должен быть довольно толстый атмосферный слой. Это необходимо для передачи тепла с дневной стороны на ночную, всегда находящуюся в тени. На Глизе 581G возможен процесс фотосинтеза. Поэтому как минимум высшие растения могут развиваться на ее поверхности. Такая растительность внешне может быть похожа на земные, тенелюбивые виды. Иметь широкие, тонкие листья, обладающие идеально гладкой площадью и расположенные параллельно поверхности грунта. Вечный шторм. Приливные силы вызовут постоянные ливни и сильные ветры, яростно дующие в сторону темного полушария. Но на Земле многие растения приспособились к ураганам, поэтому на Глизе 581G также могут быть виды, у которых стебли и корни способны поспорить с прочными стальными тросами. Жизнь под водой. А как насчет животных, спросите вы? Конечно, ученые подумали и об этом. Существа на планете будут испытывать дефицит кислорода, поскольку продуктивность растений в таком тусклом свете будет значительно снижена. Нюх и слух животных, скорее всего, затруднен по причине яростного шторма. А вот подводный мир вполне способен достичь небывалого рассвета. Звезда-убийца. Существует еще одна проблема – нестабильное поведение материнской звезды. Красный карлик может внезапно уменьшить светимость более чем на 40% или мгновенно, буквально за считанные минуты, увеличить ее в два раза. Одна такая вспышка вполне может бесследно сдуть атмосферу планеты. Утешает то, что подобные нестабильности наблюдаются у молодых звезд, а с возрастом они становятся спокойнее. Человечество веками ищет ответ на вопрос об инопланетной жизни с надеждой глядя в ночное небо. Но разумнее воспользоваться советом классика и предоставить небо птицам, а самим обратиться к стульям. Именно это мы с вами и попытаемся сделать. Попробуем найти космических пришельцев среди нас. Заинтригованы? Тогда в путь. Некоторые представители мирового ученого сообщества полагают, что многие вирусы, вызывающие незабываемой леденящей кровь пандемии, адресом собственной прописки могут смело назвать какой-нибудь метеорит или хвост пролетающей кометы. Соответственно, народное поверье о том, что увидев ночную гостью, надо ожидать беды, не лишены рационального зерна. Какие же болезни, которые мы считаем сугубо земными, занесены из космоса? Или, может, инопланетяне уже давно и успешно проживают среди нас? Грипп и компания. Банальный грипп, которому многие относятся как к неизбежному злу, вызывает пандемию, носящие миллионы жизней. Вспомнить хотя бы легендарную испанку. Она забрала с собой около 2,5% жителей Земли. Человек угасал буквально за день, просыпался здоровым, к обеду поднималась высокая температура, а к ночи больной умирал от молниеносных осложнений. Примеров глобальных эпидемий гриппа история насчитывает немало. Но почему вирусы продолжают поражать землян, если после болезни к перенесенному штамму вырабатывается стойкий иммунитет? Ученые задумались и нашли вероятный ответ. Дело не только в том, что вирусы мутируют, вынужденно приспосабливаясь. Оказывается, на хвостах комет и метеоритах чужеродные микроорганизмы с успехом путешествуют по бескрайним просторам космоса и частенько высаживаются на Землю. Согласно подсчетам, ежедневно в земную атмосферу попадает около 20 тысяч космических бактерий. Многие из них сходны с нашими родными. Вследствие этого земные вирусы активнее мутируют, а инопланетные организмы вызывают невиданные эпидемии. Сальмонелла-мутант По поводу космического сальмонеллеза можно наверняка сказать, что он существует и буквально изобретен в космосе. Дело в том, что на космическом шаттле в 2006 году решили провести эксперимент, имеющий своей целью выяснение поведения сальмонеллы в условиях пониженной гравитации. Исследование перестало быть рядовым, когда ученые в ужасе обнаружили стремительное преображение бактерий. 167 генов безвозвратно мутировало. Мыши, которым привили необычную сальмонеллу, умерли в муках, поскольку микроб был просто беспощаден. Страшно подумать, какой микроорганизм в следующий раз вырастет в пробирке на орбите Земли. Маргеллоново-болезнь Этот недуг не очень распространен и имеет психогенные причины. Заболевание часто связывают с потерпевшим крушением в 2004 году зондом. Он разбился в районе американского штата Юта. Болезнь проявляет себя крайне странными симптомами. Пациентам кажется, что под их кожей ползают паразиты, вследствие чего они расчесывают ее до кровавых язв. Это приводит к прорастанию из тела волокон непонятного происхождения. К этому стоит добавить мучительную бессонницу и гниющие зубы. Непохожее воспаление. Пневмония заболевания, безусловно, опасны, но при нынешнем развитии медицины вполне излечимы. Но то, что в 2002 году начало убивать людей в Китае, не подпадает ни под один известный штамм. А типичная пневмония быстро распространилась по всему миру. Но, к счастью, так же скоро угомонилась. Астробиологи выяснили, что зараженная пыль из космоса, вероятно, приземлилась в районе Гималаев, где озоновый слой наиболее тонок. И уже оттуда начала свой смертоносный вояж по планете. Только так можно объяснить внезапность эпидемии. Болезнь века. Давно нам внушают, что ВИЧ переносит определенный вид обезьян. Но сравнительно недавно появилась иная теория. Высказана мысль о том, что вследствие столкновения комет, смертоносные вирусы попадают в земную атмосферу. И, может быть, именно так вымерли несчастные динозавры. Касаемо ВИЧ, то индийские ученые считают, что земной вирус, поглотив инопланетное ДНК, стал чрезвычайно опасным. И таким образом земляне получили провокатор СПИДа. Зика. Гроза будущих мам. Вирус характеризуется тем, что вызывает запредельные врожденные мутации, а также очень быстро видоизменяется. Это происходит из-за того, что микроорганизм обожает лакомиться чужеродной ДНК. Астробиологи считают, что вирус регулярно скрещивается с инопланетными коллегами, поэтому представляет повышенную опасность для человечества. Гигантский Пандора-вирус. Этот вирус инопланетянин, поскольку только 6% его ДНК схожи с земными типами. Он огромен. В 10 раз больше любого земного аналога. Обнаружен в Чили и Австралии. Но опасен разве что для Евглены Зелёной. Пока. Для человека относительно спокойное и безопасное место – это его родная планета. А вот космос – среда не просто негостеприимная, а абсолютно чуждая. Что происходит в его чёрных, непроглядных глубинах? Какие опасности там скрываются? Но давайте выйдем из тьмы невидения и прольём свет на реальную жесть, которая происходит за пределами кроткой, как овечка Земли. Итак, начнём. Супервзрыв или царь-бомба отдыхает. Громадные звёзды размером от 3 до 10 и больше наших Солнц живут по космическим меркам гораздо меньше объектов главной последовательности – около 10 миллионов лет, тогда как первые – 10 миллиардов. Поэтому их запас топлива, позволяющий сверкать на нашем горизонте, истощается скорее. Когда это происходит, громадный газовый шар с ядром, висящим как Солнце, а размерами, походящими на Землю, мгновенно, буквально за доли секунды, сжимается до нескольких километров и становится сверхплотным нейтронным шаром. Энергия во время данного процесса выделяется поистине колоссальной – в сотни раз больше, нежели даёт Солнце на протяжении всей жизни. Причём этот титанический взрыв происходит в мёртвой тишине вакуума, где звуки не распространяются по причине отсутствия воздуха. Если посмотреть на ближайших кандидатов в сверхновые, то, например, Бетельгейзе, находящаяся в созвездии Ориона, весьма подходит под эту категорию. Если она взорвётся, то станет видна на земном небе в 10 раз ярче, чем Луна. Но если какая-нибудь звезда соберётся стать сверхновой относительно близко к планете, то она способна уничтожить любую цивилизацию на расстоянии полутора тысяч световых лет. Смерть звезды по имени Солнце Это событие непосредственно касается нашего отдалённого, но всё-таки будущего. Гибель Солнца, конечно, будет не столь феерична, как взрывы сверхновых, но всё же для нас это вряд ли станет утешением. Перед смертью Солнце увеличится во много раз, превратившись в красный гигант. А его размеры превзойдут орбиту Юпитера. Но нам опасаться нечего. Задолго до этого процесса наша некогда зелёная планета превратится в уголёк и станет непригодна для любых форм жизни. К счастью, по подсчётам учёных, до этого неутешительного события около 5 миллиардов лет. Чёрные каннибалы О чёрных дырах не писал только ленивый. И всё равно исследовать их хотя бы на ничтожный процент не представляется возможным. Чёрная дыра имеет свойство поедать объекты, находящиеся в непосредственной близости от неё, будь то планеты или звёзды. А покинуть чёрную дыру, как известно, не способен даже свет. Это полная безысходность, как она есть. Кстати, любое тело можно сжать таким образом, чтобы оно стало чёрной дырой. Для этого достаточно достичь радиуса Шварцшильда. Например, для Земли это 2 сантиметра. То есть диаметр нашей планеты при её весе должен стать 4 сантиметра. Межгалактическое лобовое столкновение. Как это будет выглядеть в реальности, учёные пытались смоделировать с помощью компьютерных программ. Результаты не очень впечатлили. Согласно им, произойдёт постепенное взаимное поглощение вещества. Многие звёзды будут просто вытолкнуты газом, который может разогнаться до страшных пределов. В результате может возникнуть громадная галактика, состоящая из двух скоплений. Гости из глубин космоса. Угроза такой катастрофы близка, как никакая иная. В эту секунду, возможно, к Земле летит огромная мёртвая глыба, которая не оставит вам даже шанса поставить лайк под этим видео. На Земле масса шрамов, оставленных малыми небесными телами. А если взглянуть на Луну, то откроется просто астероидный Армагеддон. Около 30 тысяч кратеров. Кометы, болиды, метеориты и астероиды. Всё это летает со страшными скоростями в относительной близости от нашей планеты. Иногда бомбардируя соседние, и кто знает, минёт ли нас чаша сия. Но если бы не было катастроф, то, возможно, земная цивилизация в глобальном смысле не имела бы шанса на появление, поскольку сама Вселенная возникла в результате Большого взрыва. Катастрофы, аналогов которой не было, и вряд ли появятся в будущем. Но коль мы выжили, и большинство из Земля направдывает высокое звание «человек разумный», то мы желаем вам не останавливаться на достигнутом. Современное человечество привыкло полагаться на научные достижения и доверять стремительно развивающемуся прогрессу. Но, к сожалению, не всё и не всегда можно объяснить с их помощью. Существуют явления, которые не укладываются в общепринятые постулаты науки, и сбивают с позиций самых закоренелых скептиков и атеистов. Вполне возможно, непостижимому однажды найдётся объяснение. Только не сейчас. Ведь в некоторых вопросах мы до сих пор похожи на несмышлённых младенцев, с недоумением, настороженностью и неподдельным интересом, взирающих на стремительно вертящийся волчок. И какими бы ни были рассуждения, все эти необъяснимые факты с точки зрения ортодоксальной науки на данном этапе остаются зачастую неимоверно одни. Разряд! Мы его теряем! Состояние клинической смерти – одно из самых загадочных явлений, которое происходит в мире ежедневно. Удивительно, но большинство людей, переживших эту непростую трансформацию, говорят об одних и тех же признаках. Иллюзии выхода из собственного тела, ярком свете в конце тёмного тоннеля, беседах с давно ушедшими родственниками. Как только не пытались учёные объяснить эти ощущения. И предсмертной эпилептической активностью мозга, и галлюцинациями по причине гипоксии, и потери временно-пространственной ориентации, и избытком углерода в крови. Но ни одна из версий не в состоянии в полной мере расшифровать феномен клинической смерти. Лечебная пустышка. Плацебо. Суть его в том, что в одной группе испытуемых даётся истинное лекарство. А во второй – витамин под видом лечебного препарата, а он верит в то, что ему дают современное дорогостоящее лекарство, и при этом его тяжёлое состояние начинает заметно улучшаться. Почему так происходит? Пока наука не может дать объяснение. Но эффект плацебо действительно подтверждается многими экспериментами. И это в очередной раз позволяет сделать вывод, насколько самовнушение может влиять на наше психологическое и физическое здоровье. Поэтому думайте только о хорошем. Заканчивайте накручивать себя, и многое в жизни может измениться. Наверняка вы не раз задавались вопросом – как там в необъятном космосе? Давайте не будем размышлять о чёрных дырах, квазарах или сверхтяжёлых нейтронных звёздах. Перейдём на более глобальный объект, а именно на Вселенную в целом. Ведь многие учёные считают практически доказанным фактом теорию Большого Взрыва и, как следствие рождения Вселенной, возраст которой они варьируют в пределах 13-14 миллиардов лет. Но так ли это? Микроволновое излучение, встречающееся на просторах космоса, осмелилось оспорить это предположение. Дело в том, что условно видимая Вселенная для Земля награничивается двумя полярными горизонтами, отстоящими друг от друга на расстоянии 28 миллиардов световых лет. На этой невообразимо громадной площади фон микроволнового излучения относительно равномерен. А теперь, внимание, вопрос. Как могли тёплые и холодные области излучения после Большого Взрыва уравновесить свою температуру на территории 28 миллиардов световых лет, если возраст Вселенной составляет 14 миллиардов лет? Ведь ничто не может двигаться быстрее скорости света. Пока этот вопрос не имеет вразумительного ответа. НЛО? Нет, не видел. Данный пункт также имеет отношение к космосу, поскольку появление этих объектов приписывают пришельцам. Кто только не пытался изучать явления под кодовым названием НЛО и правительственные организации, любители-энтузиасты. Но пока тайна остаётся неразгаданной. А между тем, документальные свидетельства о летающих тарелках датируются ещё X веком нашей эры, в период династии Сун. В прошлом и нынешнем столетии появление неопознанных летающих объектов неоднократно вносило панику в ряды пилотов и выводило из строя аппаратуру. Основные гипотезы сводятся к ошибочной идентификации сверхсовременного аппарата земного происхождения, оптическим атмосферным иллюзиям, галлюцинациям или откровенному мошенничеству. Где я вас видел? Дежавю в переводе с языка Александра Дюма обозначает виденное ранее. Думаете, вы уникальны в уверенности, что подобное происходило с вами раньше? Разочаруем. 97% жителей земного шара сталкивались с подобным явлением. Наверняка учёные выяснили только одно. Эффект ложных воспоминаний чаще возникает у эпилептиков, слишком чувствительных, нестрессоустойчивых и впечатлительных натур, а также у подростков до 17 лет. В остальном же гипотезы разнятся. Среди них выделяют игры ассоциативного мышления или микросбои в центре памяти. Есть и более экзотические теории. Например, некоторые считают дежавю приветом из прошлой жизни или просыпающимся даром ясновидения. Порой же этот эффект может походить на историю с киноновеллы на вождение о Шурике и Лиде, которые слишком самозабвенно готовились к экзамену. Конечно, это далеко не полный список непонятного. Есть ещё необъяснимая человеческая интуиция, тайны Бермудского треугольника, бесследное исчезновение людей, феномен тёмной материи и энергии, невозможные с точки зрения традиционной физики, тетранейтроны и многое другое. Поэтому обязательно пишите в комментариях, о чём вы желаете услышать в следующем выпуске. И мы в обязательном порядке прочтём и выберем наиболее интересные предложения, которые вы поддержите лайком. За всё время своего существования мы часто обращаем взор на ночное небо. В зависимости от того, насколько тёмным и безоблачным оно будет, перед землянами возникает картина необъятных просторов, населённых своеобразными жителями, звёздами. Но имеет ли различие небо для наблюдателя близ Санкт-Петербурга и, например, возле антарктического вулкана Эребус? Безусловно, имеет. Картина неба зависит от местонахождения наблюдателя, а также от времени и даты наблюдения. Поэтому из разных точек земного шара можно лицезреть созвездия, которые доминируют в определённое время года. Но в целом земной наблюдатель уже много веков не видит ничего нового. Звёзды, населяющие небо, одни и те же. Зададимся наивным вопросом. Почему? Ответ несложен. Наша галактика с романтическим названием «Млечный путь» или «Дорога Соломщика» — это дом, альтернативы которому для землян пока нет. Поэтому мы видим часть того звёздного населения, которое обитает в этой гигантской системе и ещё трёх соседних галактиках. Большое и малое Магеллановые облака, обнаруженные Фернаном Магелланом во время кругосветного путешествия, а также Туманность Андромеды. В целом же видимая часть Вселенной насчитывает около 100 миллиардов галактик. Звёздное население Млечного пути по разным подсчётам составляет от 200 до 400 миллиардов единиц. Почему амплитуда столь велика, спросите вы. Но ведь это не монеты в бумажнике. Их не сочтёшь, высыпав на ладонь. Действовать приходится косвенными методами — с помощью сверхмощного астрономического оборудования и сложных вычислений. Но знаний земных учёных пока недостаточно для более точных подсчётов. Хотя кое-что выяснить удалось наверняка. Во-первых, диск нашей галактики вращается вокруг центра, масса которого, по прикидкам учёных-мужей, составляет порядка 100 миллиардов солнечных, а находится он в созвездии Стрельца. Во-вторых, в центре просто обязано пульсировать ядро, которое обладает энергией 100 миллионов Солнц. Плотность звёзд в нём очень велика. Гораздо больше, чем в спиральных рукавах. Но это не самое удивительное. Астрономы предполагают, что в центре каждой галактики, включая нашу, находится сверхмассивная чёрная дыра. А, возможно, и не одна. Только в случае, если объект в центре будет обладать указанной массой энергии, возможно положение дел, которое мы наблюдаем сейчас. Почему же мы не видим этого колоссального образования? Просто земляне наблюдают милкие вэй изнутри. Кружась вместе с Солнечной системой вокруг галактического центра со скоростью около 250 километров в секунду. Полный оборот Солнце совершает за 220 миллионов лет. При этом подсчитано, что это происходило уже 20 раз. Соответственно, возраст Солнечной системы насчитывает 20 галактических лет. Сама она находится на расстоянии около 28 тысяч световых лет от центра галактики. И это буквально за дворки нашего титанического дома. Учитывая вышесказанное, в целом мы видим одни и те же звезды. Только с разных точек нам открываются немного иные горизонты, обусловленные вращением Земли. Каково же галактическое население, наблюдаемое землянами? Это звезды-гиганты. Такие, например, как Беттельгейза, находящиеся в созвездии Ориона, диаметр которой в 350 раз больше Солнечного. Это значит, что если бы вместо известной нам была бы система Беттельгейза, то планеты земной группы попали бы внутрь светила. Но если продолжать разговор о гигантах нашей галактики, то это вовсе не предел. К примеру, Эпсилон Возничьего оставляет Беттельгейза далеко в Арьергарде. Размер этого инфракрасного сверхгиганта составляет 3,7 миллиардов километров в поперечнике. Поэтому если поместить его в центр Солнечной системы, то он занял бы все орбиты планет вплоть до Урана. Светимость этого звездного монстра в 60 тысяч раз превышает Солнечную. Есть на нашем горизонте и белые карлики. Очень маленькие, не более земного размера, но чересчур горячие — от 5 до 50 тысяч кельвинов. И тяжелые, по массе сопоставимые с Солнцем. Соотнеся между собой эти параметры, несложно понять, что плотность вещества таких звезд должна быть просто чудовищной, превышающей Солнечную в сотни тысяч раз. По подсчетам астрономов, один сантиметр кубический вещества белого карлика будет весить несколько тонн. Кроме звезд, наш Млечный Путь населяют газопылевые туманности, астероидные пояса, планетарные системы и черные дыры. Это небо, которое мы будем видеть пока живы. И на нем сверкает главная для нас звезда, благодаря которой человечество существует. Это Солнце. Ее жизненный путь пройден до половины. Но на наш с вами век ее тепла и света хватит. А там кто знает. Возможно, люди найдут возможность отправиться в путешествие в поисках иного дома, расположенного возле другого звездного факела, и там люди увидят совсем другое небо. А вы что думаете на этот счет? Человечеству свойственно воспринимать себя как нечто особенное. Не так давно нам казалось, что мы центр Вселенной, вокруг которого вертится все остальное. Словно некое высшее существо специально придумало этот сложный и прекрасный мир с единственной целью – чтобы в нем появились и жили люди. Со временем пытливые умы стали совершать открытия, менять представление о природе вещей и потихонечку смещать нас с главной роли в этой истории. Когда великие ученые достигали некого предела в познаниях, у них еще не было возможности идти дальше, и тогда человека одолевала идея разумного замысла. Ему казалось, будто узнать больше уже невозможно, и это просто непостижимый замысел какого-то божества. Современные поколения людей часто также придерживаются этой идеи, которая зачастую успокаивает нас, но в то же время останавливает в развитии. Но так ли разумен этот замысел на самом деле? Теперь мы хотим рассказать вам о тупом замысле, который прекрасно описывает известный популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Сравнив две идеи, вы сможете сделать для себя выводы о логичности каждой из них. Итак, посмотрим на этот мир с другого ракурса. Охватим масштабы всего космоса, так ли он гостеприимен и рад поддерживать жизнь? Конечно же нет. На данный момент человек мгновенно погибнет в любой части известной вам Вселенной, кроме планеты Земля. Но даже здесь нас ждет куча опасностей, которые явно не направлены на процветание человечества. Орбиты галактик периодически приближают нас к сверхновым звездам. Когда расстояние будет критическим, нам придется попрощаться с озоновым слоем нашей планеты, да и с жизнью тоже. Кроме того, галактики постоянно сталкиваются. Нас ожидает грандиозная авария. Столкновение с галактикой Андромеды, которая гораздо больше нашей. Уютная рука Фариона, в котором нас пока сильно не тревожили, просто исчезнет. Обречена вся Вселенная. Ее температура постепенно приближается к абсолютному нулю, а значит, в конце даже намека на жизнь не останется. Теперь сузим взгляд до нашей родной планеты, которая, по мнению многих, просто рай для человека. Кто-то придумал Землю для того, чтобы она поддерживала условия для жизни каких-то странных и непримечательных людей? Вряд ли. Вулканы, землетрясения, цунами и другие катаклизмы явно не были созданы для защиты человека. Не забывайте об астероидах и кометах. 99% всех живых организмов, когда-либо населявших планету, погибли. А тот факт, что для возникновения многоклеточного организма понадобилось 3,5 миллиарда лет, явно противоречит разумному замыслу, если его целью были мы. А что с человеком, с так называемым венцом творения? Вспомним о разнообразии болезней, которые забирают огромное количество жизней. То есть сама природа убивает нас самыми жестокими и неожиданными способами. Врожденные дефекты вообще мало исследованы. Большая их часть возникла по неизвестным нам причинам. Люди – далеко не совершенное творение. Наши глаза не видят электромагнитные поля или ионизированную радиацию, а значит, мы в опасности. Почувствовать запах газов, которые в два счета лишают жизни, мы тоже не можем. У нас постоянная потребность в питании, а порой оно должно быть строго однообразным. А вот, например, крокодилу природа дала возможность быть сытым целую неделю, съев одну лишь курицу. Дельфин ест и дышит разными отверстиями, а вот человек – одним и тем же. В итоге каждый год люди задыхаются и умирают от того, что они подавились. Как-то несправедливо. Можно считать единственно верным только один из этих замыслов, но не лучше ли принимать в расчет оба? Ценить свою жизнь, но не ставить ее в центре всего. Зацикленность на разумном замысле может затормозить прогресс и развитие. Подумайте сами, если каждый раз, когда перед ученым будет вставать непосильная на первый взгляд задача, он посчитает это дело рук Бога и не станет решать ее. Тогда не появится лекарство от рака, например. Это явно не приведет к хорошему. Поэтому делайте выводы. И если ты не хочешь препятствовать прогрессу, то мы ждем от тебя громаднейший лайк, который даст нам знать, что мы стараемся не зря. Ортодоксальная астрономия привыкла считать наиболее мощным катаклизмом взрыв сверхновый. Но уже в 60-х годах прошлого столетия некоторые ученые придерживались иного мнения. Казалось бы, гигантский коллапс мгновенный выброс вещества огромного светила в космос – это весьма эпичное событие, с которым мало что во Вселенной может сравниться. Но все-таки мы возьмем на себя смелость опровергнуть общепризнанный факт. В далеком 1963 году ученые Сэндидж и Линды из США опубликовали невероятные результаты наблюдений за галактикой NGC 3034, иначе именуемый Сигар. Вначале эта галактика, находящаяся в созвездии Большой Медведицы, привлекла астрономов своим необычным цветом. Вместо того, чтобы быть голубоватого оттенка, как положено добропорядочным галактикам второй группы, Сигара ярко сияла оранжевым цветом. Дальнейшие исследования показали, что в ядре галактики происходят активные процессы, а обоюдосторонний выброс диффузной материи простирается на просто невообразимые расстояния – до трех килопарсек в каждую сторону. Для понимания глобальности этой величины стоит вспомнить значение парсека – около 30 триллионов километров. Очевидно, что один килопарсек содержит тысячу парсеков. На основании этих данных ученые сделали еще более необычный вывод. Чтобы успеть пролететь 3 килопарсека, газ должен нестись от ядра Сигары со скоростью тысячу километров в секунду. А сам взрыв галактического центра предположительно должен был состояться полтора миллиона лет назад. Общая масса материи, выделившаяся при колоссальном взрыве, по прикидкам астрономов, составляет 5,6 миллионов масс Солнца. А суммарная энергия взрыва составила октелеон джоулей – 9 на 10 в 48-й. То есть энергия взрыва ядра галактики с тривиальным именем Сигара в миллион раз превышает впечатляющую вспышку сверхновой. Возвращаясь к вопросу наиболее фееричных катастроф во Вселенной. Взрыв ядра галактики однозначно занимает первое место, поскольку сложно представить себе что-то более грандиозное. Но, возможно, это единичный случай? Незапланированная Вселенной случайность? На примере все той же пострадавшей в катаклизме Сигары ученые решили доказать человечеству, что взрывы ядер галактик происходили, происходят и будут происходить вечно, пока существует космос. Если взять за основу предположение о том, что взрыв произошел полтора миллиона лет назад и за это время вещество удалилось от ядра Сигары на 3 килопарсека, то путем подсчетов можно выяснить, что еще через 10 миллионов лет оно будет на расстоянии примерно 15 килопарсек от галактики NGC 3034. За это время газ потеряет скорость и энергию. То есть через 10 миллионов лет следов адского события почти не останется. Поэтому если предположить, что неизвестный нам мир галактических сообществ существует 10 миллиардов лет и каждая из галактик периодически взрывается, то только в одном из тысячи звездных семейств может наблюдаться вспышка. Следовательно, не вызывает удивления тот факт, что только спустя 40 лет после начала наблюдений за жизнью галактик ученые обнаружили столь потрясающее событие. Теперь взгляды астрономов нацелены на галактики NGC 5195 и NGC 3077, имеющие сходные черты Сигары. Единственное отличие – отсутствие радиоизлучения, которое непременно сопровождает взрыв. Но, возможно, ядра этих галактик вспыхнули раньше, поэтому диффузная материя, выходящая по обе стороны, еще видна, а следы излучения уже нет. На эти далекие звездные семейства обратил внимание еще знаменитый советский астроном Борис Воронцов-Вильяминов. Ученое сообщество повнимательнее присмотрелось к галактикам второй группы, к которым относится Сигара, и обнаружило еще несколько скоплений с такой же аномальной оранжево-красной светимостью, выше обычной примерно в 10 раз. Конечно, землян больше интересует вопрос, об их дальнейшем относительно спокойном существовании. Что, если такой взрыв произойдет в ядре нашей уютной галактики? Реальна ли угроза для Земли? В 80-х годах 20 века была опровергнута гипотеза о том, что галактические магнитные поля помешают частицам преодолеть огромные расстояния. Напротив, лучи осилят их практически без препятствий. Выяснилось, что после взрыва в ядре нашей галактики могут возникнуть сверхволны, летящие с околосветовой скоростью, которые неизбежно достигнут пределов Солнечной системы. Предположительно, подобный массивный выброс уже имел место во время ледникового периода, когда центр Млечного Пути был в активной фазе и повлек за собой глобальные климатические изменения на планете. Научный прогресс все стремительнее набирает обороты, а новые открытия и достижения в области физики не перестают удивлять. То, что вчера казалось нереальным, сегодня становится возможным. Хотя некоторые вещи на первый взгляд сложно представить в применении, они все же будут иметь влияние на нас с вами. Ведь любые открытия, которые сейчас упрощают или делают более яркой нашу жизнь, когда-то тоже считались явлением из области фантастики. И вообще, насколько невероятными могут быть достижения современной физики. Компьютерный чип, имитирующий работу мозга. Физикам удалось создать чип, который работает по принципу нейронов в мозге человека. Да, такая штука решает задачи очень быстро. Ученым уже удавалось создавать подобные машины, но их размеры требовали наличия отдельного помещения. А теперь умный чип не больше нескольких миллиметров, хотя раньше считалось, что реализовать подобное просто невозможно. За счет чего они добились успеха? Все дело в свете, заменяющем электрические транзисторы. На чип направляется лазер, который делится на несколько лучей света. В каждом из них содержится разная информация в зависимости от яркости луча. Световые частицы совершают так называемое координированное квантовое прохождение, итоги которого и будут результатом вычислительной операции. Металлический водород До 2017 года металлический водород обсуждался только в теории, но было известно, что он обладает потенциально полезными для нас свойствами. А может быть, он способен и на что-то пока неизвестное науке. Считается, что водород переходит в твердую форму в недрах планет-гигантов. А значит, это происходит лишь при огромном давлении. Но в этом году команда физика Исаака Сильвера из Гарвардского университета объявила, что им удалось сжать водород алмазной наковальней до состояния блестящего кусочка металла. Давление в алмазных тисках достигло невероятной цифры в 4,9 миллионов атмосфер. Теперь ученым предстоит повторение экспериментов и проведение дополнительных тестов. Невероятно низкие температуры Недавно физикам из Национального института стандартов и технологий США, работающим под руководством Джона Туффелла, впервые удалось охладить объект так сильно, что его температура упала ниже точки так называемого квантового предела. До этого подобное достижение считалось невозможным. Охлаждали ученые микроскопическую вибрирующую алюминиевую мембрану, а добились столь низкой температуры с помощью нестандартного метода сжатого света. Были использованы микроволны с минимальной однонаправленной амплитудой, у которых практически отсутствует шум и посторонние колебания, которые могли бы нагреть объект. В результате мембрану охладили до 360 микрокельвинов, что в 10 тысяч раз холоднее космического вакуума. Исследования в этой области важны для изучения эффекта сверхпроводимости и создания квантовых компьютеров будущего. Самый яркий свет Никто из нас не может смотреть без защиты на Солнце из-за его яркости. А что, если увеличить яркость в миллиард раз? Именно такого эффекта недавно добились физики из Университета Небраски, которые проводили исследования под руководством Дональда Умштаддера. Самый яркий искусственный свет получился после того, как ученые в очередной раз направили лазер на гелевые электроны. В отличие от предыдущих экспериментов, в этот раз рассеяние фотонов было настолько сильным, что менялся даже внешний вид объектов. В будущем это поможет создать новый тип рентгеновских снимков, который поможет обнаруживать опухоли, пока недоступные для современной техники. Молекулярная черная дыра Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC случайно создали эффект черной дыры, поглощающей все на своем пути. Эксперимент проходил с отдельными атомами ксенона и с двумя молекулами – йодметаном и йодбензолом. Их облучали самым мощным в мире рентгеновским лазером. Сначала все шло по плану. Но с йодметаном начали происходить незапланированные вещи. Освободившись от электронов, атом йода продолжил засасывать электроны соседних атомов – углерода и водорода. Так как все это происходит очень быстро, то перетянутые к атому йода электроны вновь выбивались излучением, и атом засасывал следующий электрон. Это выглядело так, словно черная дыра поглощает материю. В итоге йод в молекуле потерял 54 электрона вместо 47, как в случае изолированного атома йода, после чего молекула распалась. Эти исследования в будущем могут помочь при определении структуры сложных органических молекул с помощью рентгеновских лазеров. Вы сейчас сидите перед монитором в полной уверенности, что находитесь в одиночестве? Не спешите с выводами. В эту самую секунду невидимая жизнь микромира активно бурлит как снаружи, так и внутри вас. Представители этого мира – не вполне понятные, не до конца разгаданные бактерии. Они – самые древние существа на нашей планете, возраст которых составляет около 4 триллионов лет. Очевидно, именно бактерии будут последними, кто останется на Земле после исчезновения человечества. Эти невидимые убийцы уничтожили кровожадных марсиан из войны миров Уэллса, а самая ничтожная из них способна заставить человека умереть в страшных мучениях. При этом несчастный даже не увидит своего врага. Жизнь микромира проходит в диаметрально противоположной плоскости относительно нас, причем во всех смыслах. Люди настойчиво интересуются параллельными мирами, но они рядом, буквально на кончиках наших пальцев. Более того, для многих из бактерий человек является домом. Некоторые ученые всерьез считают, что наши очень дальние родственники совсем не обезьяны, а бактерии. Доказано, что 37% генома человека имеет сходство с древнейшими археями и прочими микроорганизмами, а бактериальных клеток в его теле в 10 раз больше, чем, собственно, человеческих. Какой была бы жизнь без наших невидимых соседей? В первую очередь надо отметить, что бактерии не только вызывают тяжелые патологии, но и способствуют перевариванию пищи, а также лечат организм. Хотя большинству из них откровенно нет до нас никакого дела, они сохраняют полный нейтралитет. Без полезных бактерий человек не смог бы переваривать пищу, то есть существование его как вида было бы невозможно. Удивительно, но эти крохи приспосабливаются для переработки определенного вида еды. В желудках американцев они заточены на расщепление жиров, у венесуэльцев на переваривание сложных углеводов, а среднестатистический японец способен переработать даже водоросли. А теперь представьте. Земля покрыта коростой продуктов жизнедеятельности человека многометровой толщины. Планета похожа на чудовищную выгребную яму, но без процесса гниения. Думаете, это сценарий очередного постапокалиптического блокбастера? Ничего подобного. Просто на Земле внезапно исчезли бактерии. Развиваем мысль дальше. Грунты постепенно истощаются, оставшись без подпитки перегноем. Отмирают остатки растений. Животные не в лучшем положении. Коровы и прочие жвачные медленно исчезают с лица Земли, поскольку нет травы, способной их насытить. Мясо, молоко, кисломолочные продукты – эти понятия очень быстро стираются из человеческой памяти. Человек разумный за годы эволюции успел вынудить даже микроорганизмы служить собственным нуждам. Так, благодаря техническому прогрессу, были выведены бактерии, способные поглощать радиоактивные частицы и пестициды. То есть, исчезни они насовсем, воздух и земля лишились бы механизма самоочищения. Более подробно об этом вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Конечно, некоторые бактерии смертельны. Они вызывают сибирскую язву, бубонную чуму, холеру и прочие болезни, которые в основном остались только в нашей генетической памяти. Но решит ли проблему заболеваемости их исчезновение? Ни в коем случае. Иммунитет имеет собственную память. Он фиксирует каждого агрессивного агента, вырабатывая к некоторым из них пожизненную сопротивляемость. Как тут снова не привести в пример несчастных марсиан, которые никогда не сталкивались с земными бактериями? А девственно чистые индейцы нового света, которым конкистадоры подарили такие болезни, как сифилис, черная оспа, корь, тиф, дифтерия и чума. Благодаря этим жутким недугам в Америке вымерло больше людей, чем от агрессии испанцев. А причиной всему было полное незнакомство иммунитета с определенными видами бактерий. Мы – гости в их мире. Микроорганизмы можно сравнивать с инопланетными существами. Настолько мы разные. Бактерии питаются, не имея пищеварительного аппарата. Движутся, живут и размножаются, не имея нервной системы в привычном понимании этого слова. Они обладают примитивным социальным сознанием и коллективным разумом. У бактерий есть своеобразная память, а их высокая чувствительность пока не поддается научным объяснениям. Например, существуют бактерии, которые среди 10 тысяч частиц способны выделить одну единственную. Если бы человек обладал таким потенциалом, то мог бы с первого раза угадать, в какой из двух банок 10 тысяч монет, а в какой – 9999. Некоторые бактерии за секунду покрывают расстояние в 90 раз, превышающее размер их собственного тела. Для сравнения, если авто 5-метровой длины едет со скоростью 90 км в час или 25 метров в секунду, то покрывает расстояние всего лишь в 5 раз, превышающее собственный размер. Поэтому, если бы бактерии были значительно больше, неизвестно, кто стал бы царем природы – мы или они. Мы знаем о них немного. Особенно если учесть, что изучена только одна сотая часть бактериального разнообразия. Но и этих скупых знаний достаточно для того, чтобы сделать вывод – мир без бактерий – мертвый мир. Не будь их, исчезли бы полезные ископаемые, животные, растения, а мы с вами утонули бы в постоянно накапливающемся мусоре. Простыми словами, даже один единственный день без микроорганизмов нанес бы тяжелейший удар нашей экосистеме, от которого она не оправилась бы многие десятилетия. Человечество за время своего существования накопило солидный багаж традиций, суеверий и, конечно, научных знаний. Но, несмотря на последний факт, многие рациональные вещи прочно сохраняются в обществе и безоговорочно принимаются на веру. Например, число 7 считается счастливым, и это утверждение часто эксплуатируется в литературе и реальной жизни. Возможно, и нот всего 7, именно по аналогии с этими общепринятыми нумерологическими представлениями. А перед началом ролика я хочу вам порекомендовать шикарную игру о кораблях World of Warships. Если вы еще в нее не играли, то самое время начать. Ведь сегодня вы можете получить премиальный крейсер «Диана» и 1 миллион серебра в подарок, зарегистрировав новый аккаунт по ссылке в описании к видео. «Забирайте свой корабль и начните побеждать World of Warships!» Количество нот — не дань традиции. Закономерности в воспроизведении звуков были подмечены не сегодня. Еще древние знали, что семи нот достаточно для создания любой мелодии. Но позже при подробном изучении вопроса появился ответ, почему нот именно столько. Так же, как глаз видит семь базовых цветов, так и человеческое ухо наиболее отчетливо различает интервалы между звуками, называемые квинтой и октавой. Понятно, что и зрение, и слух воспринимают картинку и звук гораздо в большем разнообразии, но указанные выше понятия — базовые. Если ненадолго заглянуть в историю, то можно увидеть, что до появления знакомых нам обозначений нот существовали значки «невмы», которые указывали, как правильно петь церковные псалмы. Они обозначались в виде точек, запятых и черточек. А вот привычную нотную грамоту, в частности, название семи нот, придумал монах Гвида Дореццо. Он, не мудрствуя, лукаво взял за основу гимн Иоанну Креститель и просто именовал ноты двумя первыми буквами каждой из стров. Получилось то, что мы наблюдаем сейчас, за исключением ноты «до». Дореццо назвал ее «ут», но позже она была переименована, поскольку «до» — это производное от слова «доминус» — «господь». Также со временем была добавлена нота «си», тоже заимствованная из последней строчки католического гимна. Итак, семь нот — это база, но у каждого звука есть обертона, то есть колебания частот. Поэтому одному звуку могут соответствовать несколько частотных значений, которые увеличиваются по мере отдаления от основного тона. Если частота увеличивается в два раза, это октава, в полтора раза — квинта. Как уже говорилось, для слуха человека это наиболее удобоваримые и естественные интервалы. Именно такие сочетания человеческий слух считает самыми гармоничными и приятными, поэтому не каждый звуковой набор впоследствии становится мелодией. Музыканты всех времен, чтобы настроить инструменты на слух, пользовались так называемой природной октавой, которая включила в себя именно семь частот. Таким образом, было найдено наиболее естественное сочетание звуков. С течением времени люди стали требовательнее и пожелали получать более высокие или низкие звуки, поэтому в природной октаве появилось 12 ступеней. Дополнительные мы можем видеть на пианино в виде пяти черных клавиш, но общепринятые названия для семи нот, появившиеся с подачи дореццо, остались прежними. Есть музыкальные инструменты с более мелким делением звукоряда, доходящим даже до пятидесяти трех нот, или наоборот, всего с пятью нотами. Но семь двенадцать ступеней – это классика, проверенная временем. Обсуждая вопрос, почему нот всего семь, имеет право на существование теория знаменитого математика Фурье, который не раз задавался вопросом, почему цифра семь, а не шесть или восемь, настолько популярна во многих областях человеческой жизни. Он пришел к выводу, который не вполне обоснован с точки зрения науки, но не безинтересен. Фурье утверждал, что ни один предмет невозможно поделить на две равные части. Например, яблоко, разделенное на двое – это иллюзия, поскольку на ноже все-таки остается третья часть фрукта, пусть и довольно мизерная. Поэтому Фурье считал, что разделяя что-либо на части, мы неизбежно придем к числу семь. Семерка очень часто встречается в нашей жизни помимо нотной грамоты. Существует семь периодов таблицы Менделеева, неделя имеет семь дней, радуга – семь цветов, семь объектов человек в состоянии одновременно удерживать в памяти. Перечислять можно долго, но главное, что, скорее всего, семерка действительно является значимой, если она настолько распространена. Просто представьте, вот есть вы, и обязательно у вас найдется хотя бы один друг. Если каждый из вас расскажет о нашем канале своему знакомому, и его заинтересует данная тематика канала, то уже буквально через пару дней нас станет в два раза больше, а это на секундочку 270 тысяч подписчиков. Заодно и с друзьякой будет возможность обсудить общие интересы в сфере науки. Поэтому будьте с нами, и вы всегда будете в курсе самых захватывающих событий. Хотите больше подобных выпусков? Тогда жмите лайк и пишите хэштег «Смотрю Хаббл». И определенно закон вселенной вам воздаст. Комментарии, которые остаются без комментов других пользователей, попадают в следующее видео. Вы досмотрели видео до конца. Видать, оно вам понравилось. А значит, самое время подписаться на канал и нашу группу ВКонтакте. Мы ей занимаемся точно так же, как и каналом. Все ссылки на экране и в описании. Обязательно жми вот на эту кнопку «Подписаться» и колокольчик, чтобы все новые видео смотреть одним из первых. А также обязательно советую друзьям. И делись этим выпуском в соцсетях. Будь в центре вселенной. Подпишись.